ищите все для дачи стройки и ремонта там где это можно найти в торговом комплексе конструктор 500 магазинов тысячи товаров огромный выбор хорошие цены ищите конструктор чтобы найти себе все для ремонта стройки и дачи день воскресный день чудесный а прямо сейчас мы с вами перемещаемся в жилой комплекс видный город который находится всего в шести километрах от мкад куда нас с вами в гости приглашает молодая семья поделиться плюсами прелестями жизни в современном новом жилом комплексе но есть и ряд но а именно крысы у нас есть крысы сначала я подумал что может быть одна-две крысы но нет ребята этому городу нужен крысиный король потому что мусорки этот мусор пищевой который разбрасывать сами местные жители приводят к нашествию крыс 6 километров от мкад рукой подать до москвы то время которое утром люди тратят на выезд из жилого комплекса и доехать до ближайшей станции метро вас просто шокирует когда люди покупали здесь квартиры во времена еще застройщика urban group они получали шикарнейшие рендеры но потом что-то пошло не так и вот например сейчас под окнами вот этих домов начинается строительство но сейчас делают развязку вот эту дорогу дублер мкад или что-то называется юла и люди массово пытаются продавать квартиры потому что никто из них жить не хочет под этими окнами и некоторые жители говорят не надо не надо снимать про наш жк а то мы квартиры продать не сможем вот мы их продадим а вы потом снимаете в этом выпуске мы покажем вам действительно плюсы жилого комплекса потому что они есть люди покупали здесь квартиры осознанно мы покажем вам минус этого жилого комплекса пообщаемся с главным героем и героиней выпуска которые пригласили нас в гости мы на основании всей этой информации сделаем выводы вам приятного просмотра мы начинаем прямо сейчас знакомьтесь друзья герой выпуска алексей который пригласил нас сегодня в гости он нам покажет и расскажет про жк сегодня действительно будет что посмотреть и послушать так что приготовьтесь лёх ну рассказывай где мы находимся что это за жк когда он был построен как далеко мы от мукада так построен он был он частично построен 2016 году потом застройщик обанкротился это urban group всем известный ты уже был в одном и жк у 2 по моему или солнечная система в химках жк строился примерно до 2022 года вот 2022 года все дома достроен кроме школы вот сказал фонд развитие территории что школу чуть позже потому что изначально нам нужно дать жилье людям потому что жить негде да кто-то снимает ипотеку платить недовольство много было вот они достроили но по поводу качества строки мы еще обсудим с тобой жк находится жк видный город находится он 67 примерно километров от мкада кажется что это недалеко но на самом деле если добираться утром мы уже с тобой обсуждали да за кадром что можно и жк выезжать 45 минут можно до мкада ехать час час двадцать до с пробками потому что но здесь очень много живет жк государьев дом суханово парк боброво дрожжина вот на жк то есть достаточно много примерно 2000 человек и может быть 30 20000 30 до может быть 30 до офигеть я прям хочу акцент на это сделать услышите первый важный момент жизнь в шести километрах от мкад услышите людей выезд утром из жилого комплекса занимает от 30 до 60 минут у них один въезд один выезд само собой одна полоса зимой начинается вот такая картина видите на экране газель вперед назад толкаются таким образом потихоньку 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 они только выезжают не светофора не зеркал для того чтобы посмотреть кто слева справа нету бесконечные дтп на этом перекрестке про него даже можно подробнее рассказать обратите внимание что прямо сейчас у нас зарисовочка мы находимся в самом начале вашего жилого комплекса именно на въезде он у вас один единственный один въезд он же выезд вот расскажи пожалуйста детали это всегда очень важно что здесь происходит чтобы человеку было понятно что здесь действительно есть проблема для начала начнем то что в нашем жк 3000 человек да и один въезд один выезд это очень проблематично да вообще по планам должно быть два въезда и выезда один там но так как дома не продали сделали только один въезд выезд но в дальнейшем наверное когда дорогу построят сделают уже два въезда и выезда и так по поводу этого въезда и выезда вот здесь есть пешеходный переход и блоки вот обратить внимание машина едет если она поворачивает Сюда налево, то ребенка, 8-летнего, 9-летнего первоклассника, его не видно абсолютно. Вот он переходит, да, его очень легко сбить. У нас на этом месте абсолютно всегда. И аварии происходят, и так дальше. Вот здесь, если машина выезжает отсюда, обратите внимание, да, вот ей надо направо повернуть, либо налево. Вот она здесь стоит, ликовая машина, ей не видно, кто оттуда ездит. Покажи меня-то, как вот я выглядываю. Но в тот же момент я прекрасно понимаю, что, блин, опасно. На седане седан ты не увидишь. И здесь всегда вот столкновение происходит, вот здесь вот. То есть он выезжает, выезжает потихонечку, да, и постоянно, ну, он не видит, кто здесь выезжает. Но для начала мы уже тебе писали, что здесь строится дублер МКАДа, платный дублер МКАДа. А, вот тут, да, будет? Да, здесь будет 4 полосы в одну сторону, 4 полосы в другую сторону. И сейчас начинается первый этап строительства между нами, нашими ЖК, ЖК «Видный город» и ЖК «Государев дом». Поэтому отгородили, скорее всего, здесь будет проезд, а здесь вот начнется стройка 4-х полос. А по утрам, когда люди начинают выезжать на работу, здесь какие-то пробки, я слышал, есть? Да, здесь не просто пробки. Если ты представишь, что здесь 3 тысячи человек, это Подмосковье, да, то у каждого практически в семье есть машина одна или две, да. И всем нужно выехать из ЖК, и получается, что примерно в одно время, если ты выезжаешь 6.59, наверное, ты проедешь. Если 7.01, то, скорее всего, ты будешь стоять где-то очень далеко. Потому что, во-первых, разъехаться сложно, мы с тобой посмотрим, да, как машины стоят, припаркованы. То есть у нас только одно место для того, чтобы проехать. То есть две машины не проедут, не разъедутся. Нужно либо где-то в карман заехать, либо отъехать на улицу другую, то есть не проехать вдвоем. В рекламе сколько писали? От дома до МКАДа сколько по времени? 15 минут. 15 минут. А по факту, вот Алексей делится наблюдениями, что утром в час пик, когда все едут на работу, 40-час. Это выезд из ЖК. Ребята, 40-час. Выезд из ЖК. Выезд из ЖК. А потом ты едешь еще там, по пробкам толкаешься, ты заезжаешь в Москву, паркуешься где-нибудь возле метрополитена и поехал. Поэтому таким образом от дома до работы можно, я думаю, часика-два точно. Два с половиной возможно легко, потому что если 45 минут здесь выезжать, потом час-двадцать до метро, если ты до метро едешь, а если тебе в Москву вообще куда-то ехать, то я даже боюсь представить. Но это надо очень заранее выезжать. То есть до 7 утра. Слушай, давай так, по пальцам буду зажимать. Дома построили, это уже хорошо. Но на самом деле это большое счастье, что вообще вам их достроили. Это безъерничество, говорю, потому что очень много ситуаций бывает, когда люди ждут по 10 лет в надежде, что ребенок пойдет в детский сад, а потом ребенку уже в армию надо идти, когда ключи ему вручили. Такие ситуации тоже бывают. Что есть на территории вашего жилого комплекса, помимо самих домов? Смотрите, помимо домов у нас нет ничего абсолютно. Во, лайк. Да, ну, есть твои любимые наливайки, вот, всякого рода. Мои, поэтому вот это хорошее. Человек подготовленный. Видео смотрит, поэтому так. Да, твои любимые красно-белые, Винлаб, если можно называть, да, эти компании, АЭН, там, Ароматный мир. То есть все это в избили, в достатке. А вот сетевых магазинов, там, Перекресток, Пятерочка, только через дорогу. Вот торговый центр, да, который находится чуть дальше, там, Пятерочка, какие-то ленты есть. Ну, то есть нужно проходить через дорогу. Опять же, здесь, если стройка будет, то у нас один проход будет. Вот надо весь ЖК будет обойти, ну, либо на машине проехать, да, там, одностороннее движение сделали. И вот в магазинах, ну, либо доставку, что мы и делаем. Ну, сколько мы ездим, вот такой я вообще впервые встречаю. Это мобильный офис, мебель на заказ. Вот видите, как, смотри, как интересно делают. То есть приезжает машина, в силу того, что жилой комплекс активно заселяется, заселяется, заселяется. И вот, пожалуйста, можно зайти, шкафчик себе посчитать, либо еще что-то. Ну, вот это вот прям впервые. А здесь, например, у нас двери. Это просто прикол, так у них еще, смотри, как сделано офис с солнечными батареями. Поэтому, пожалуйста, заходите. В аренду брать ничего не нужно, ничего ты не скажешь. Вот машина заехала, встала, пожалуйста, работает. Одну вещь собственники и управленцы бизнеса делают, как никто другой. Врут о своих успехах. Тут у одного многомиллиардные обороты, у другого вечный all-inclusive и гараж полный автомобилей. Только вот важно договаривать. Первый постоянно влетает в кассовый разрыв и никак не расплатится с кредитами фирмы. А у второго в гараже черри хавал. Это он в соцсетях на фото с Ламборгини. А реальность совсем другая, что вроде бы тоже неплохо, но на успех явно не тянет. А вот чтобы выстроить процессы по уму и правильно их делегировать, освоите принципы классического и стратегического менеджмента на курсе «Генеральный директор» от Академии Edison. Вы пройдете 172 урока и сможете закрывать управленческие вопросы уже через 4 месяца. Получите более 100 шаблонов и чек-листов, чтобы упростить себе работу и сфокусироваться на ключевых целях. Среди преподавателей Ицхак Адизас, профессор Стэнфорда, преподаватели Сколкова и Альфа-Банка, преподаватели Высшей Школы Экономики. А вот здесь, внимание, Академия более 10 лет обучает крупные компании и знает, с чем сталкиваются предприятия. Вы в сжатом виде освоите теорию управления, попрактикуетесь на 20 бизнес-кейсах и избавите компанию от просадки. Оставляйте заявку на обучение по QR-коду или ссылке в описании. Вводите промокод МАШКОВ и получайте скидку в 65% и плюс второй курс в подарок. И помните, учиться никогда не поздно. Алексей, расскажи, пожалуйста, как вообще пал выбор на покупку квартиры здесь, что у тебя здесь за квартиры. Сегодня мы зайдем в гости, посмотрим, ты женат, у тебя есть сын, на сегодняшний день ему 8 лет. Вот расскажи, чтобы людям было понятно. Как мы обратили внимание вообще на этот ЖК? На самом деле мы много раз проезжали по этой дороге, Расторговское шоссе, и видели этот ЖК. С виду он очень красивый. И когда я видел этот ЖК, я думаю, наверное, слишком дорого. Даже спрашивать, наверное, не буду. Потому что, скорее всего, не по карману. Такая архитектура в итальянском, французском стиле. Она разрабатывалась в архитектурном бюро специально. И мы купили квартиру, значит, в ЖК «Государь и дом». Это прямо эконом-сегмент. Там панельные дома. А как это получилось? У Лены мама, она продавала квартиру трехкомнатную. Купили на пенсии. Они купили однушку. Сейчас ее сдают на Академика Янгеля. И дали дочкам. У них две дочки. Вот Лена, моя супруга, и Татьяна. Есть сестра родная. По 2,5 миллиона. В тот момент квартиры еще стоили в 2018 году. Они стоили до... Может было купить квартиру, да? Ну, сколько она стоила? Сейчас скажу. 3600 стоила квартира. Двух комнат до 54 метра. Офигеть. Друзья, вы представляете? 3600, 54 метра. Так. Вот. Мы купили эту квартиру. Сделали ремонт. Пожили какое-то время. Появились искровых счета. Я такой сам себе говорю. Так, если искровых счета появится, то появится немного застройщиков, которые на свои деньги смогут строить какие-то ЖК, да? И получается, что цены они будут сами устанавливать. То есть у них не будет конкуренции, там, мелкие какие-то застройщики, которые, ну, по ДДУ устроили. Я думаю, прямо сейчас нужно покупать еще жилье. И я в этом ЖК рассмотрел, так как мы жили рядом, я видел, как идет стройка. Она остановилась. Но я знал, что фонд развития территории, раньше дом РФ, он взял на достройку и сказал, что мы достроим. Если государство сказало, я думаю, что, ну, заднюю давать государству не очень. Ох ты. Так, ага, хорошо. Поэтому я подумал, но если государство взялось, да, я видел Шатковалк, они строили, да. Но есть люди, которые здесь уже долго, у них квартира была, и они уже отчаялись. Они кредиты платят, снимают. И они уже были готовы за любые деньги отдать, потому что в любой момент стройка могла остановиться. И я покупаю квартиру, однокомнатную, 32 метра и плюс лоджия-балкон, 3 метра за 2,600. И она тебе продает и думает то, что, о, только забери. Ей, типа, втюкхало. Да. А ты берешь и достроился. Она достроилась, квартира, я сделал ремонт, начал сдавать. Потом Лене говорю, так, а там у нас ипотека была. То есть мы вложили в ремонт, да, из 2,500 и 1,3 млн первоначальный взнос. То есть долг был 2,600. Я говорю, Лен, сейчас, когда льготная ипотека появилась, в 2020 году, льготная ипотека, 6%, 5%, я говорю, прямо сейчас нужно продавать. Для чего? Для того, чтобы купить в этом ЖК, закрыть ипотеку и купить без долгов, и еще у нас останутся деньги на ремонт. Так. Она плачет, рыдает. Да, да, да. Потому что, ну, сам понимаешь, женщина, да, она там делала ремонт, что-то там, жалко продавать. Жалко продавать, да. Но там квартира, за нее зацепиться нельзя, потому что, во-первых, слышимость. Вот утром, чтобы ты понимал, сосед идет в ванну там в 7 утра смаркаться, да? Это здесь? Нет, там. А, вот. Вкусдарь в дом. Да, вкусдарь в дом. Идет смаркаться утром, я слышу. В спальне. Не в ванной я слышу, в спальне. Или, допустим, соседка вот напротив, вот на спальне, да, из другого подъезда. У нее телевизор висит на нашей стене. Я слышу там новости, вести на первом канале. То есть вот такая слышимость. Я говорю, держаться не за что, давай продавать. И все, я начинаю продавать в декабре. Спрос превышает мое предложение. Я каждые три дня на 100 тысяч поднимаю. Офигеть. Это вот интересно. Каждые три дня поднимаю на 100 тысяч рублей, и получается, я дохожу до 7300. А начинал? 6700. То есть 6700, и на звонки, звонки, звонки. Не то, что звонки, они подходили к подъезду и ждали, когда у меня выйдет эти. Лена работала в школе. Это какой год? 2020. В конец 2020 года. Вот когда пик ажиотажа был, когда льготную ипотеку ввели, и они подумали, что процент маленький же, но то, что квартиры стоят, перекрывают этот процент, и получается 20%, 25 годовых, они не понимают. То есть они, 6% же, это мало. Мы берем. Все, мы продаем эту квартиру. Получается, что мы ищем здесь, в этом ЖК, квартиру, которую мы хотим, и они, соответственно, тоже начинают поднимать. И мы поднимаем. Такая же история. Да, да, да. Ну не получается. Вот вы, ребята, рыночек-то и раздули. Да, не мы, не мы, не мы. Ну понятно. Да, ну наверное. Они, но не мы. Они, они, они. Так, хорошо, продолжаем. Вот, и значит, получается так, что когда мы продаем квартиру, уже не остается тех вариантов, вот, чтобы перекрыть ипотеку. Ну, нет, перекрыть ипотеку мы можем, но не остается дельта, чтобы сделать ремонт. И значит, мы заболеваем коронавирусом в 2020 году, празднуем Новый год с 2019, а, с 20 на 21, значит, мы празднуем с коронавирусом. И я все равно сижу каждый день, мониториваю цианы, авито, и нахожу предложение, которое я уже звонил. Риелтору за 4200. Здесь? Да. Вот эта квартира, возможность, к которой мы придем, покажем вам, двухкомнатная. Я говорю, мы готовы. Он говорит, если готовы, вносите там 30 тысяч рублей. Ну а мы с вами заходим в гости к ребятам. Друзья, на улице жара дикая, поэтому буду в кепке, чтобы не шокировать вас своей прической. Значит, 44 квадратных метра. Первым делом, ну, понятно, дело прихожая. Квартира сделана в таких светлых тонах в силу того, что когда маленькая площадь, вот эти светлые тона, они дают возможность сделать больше пространства. Мы пришли, повесили наши вещи. Вот здесь, пожалуйста, еще можно там кроссовки снять, какую-то верхнюю одежду повесить справа. Поворачиваем с вами на право. И попадаем с вами, куда угадаете? Мы попадаем с вами в кухню. Значит, первым делом идет кухня. Она, в принципе, я бы не сказал, что она маленькая, но она и небольшая, но на семью из трех человек пространство здесь более чем. Самое главное, что когда мы смотрим в окно под определенным ракурсом, такое ощущение, как будто мы находимся однозначно где-то в деревне. Вот, что они сделали. Подняли специально стену для того, чтобы была изолированная комната. Кому-то нравится объединять гостиную с кухней, кому-то не нравится. И ребята сделали под себя так, чтобы у них была полноценная отдельная спальня. Заходим в нее, но все сделано довольно-таки мило и уютно. Но чувствуется, видите, вот как современная молодежь, если можно сказать, так вот живет. Все в таких постельных, приятных тонах. Далее, у нас есть изюминка в комнате. Первое, это балкон. Он не большой, но в тот же момент он есть. Здесь есть небольшая зона хранения для всяких кемпингов, на шашлыки отправиться и так далее. Но есть еще такая интересная часть, что мы можем с этого балкона наблюдать козырек, который над нами. Вот покажи, пожалуйста. Видите этот горб? Это ровно то, про что рассказывал Алексей. Что вот так, из-за того, что дом влага, усадка идет, и вот поднимается. 44 квадрата для двухкомнатной квартиры звучит мало. Но при этом для жизни, в принципе, все есть. Вот мы заходим с вами в ванну-санузел. Пожалуйста. Места достаточно. Намыть свои перья. Идем дальше, попадаем в следующую комнату, во вторую. Это комната ребенка. То есть, в комнате есть все самое необходимое для жизни. Пожалуйста, спальное место, рабочая зона, телевизор, вот шкафчики, куда можно что-то спрятать. Обратите внимание, сыну 8 лет, уже вон сколько кубков ездит на все различные турниры по самбо. Так что, если что, можно, как говорится, и по шее получить, если неправильно строить диалог с ребенком. Далее, шкаф для хранения. Ну и здесь, вторая часть, так сказать, изюминка номер 2. Это балкон, терраса, не знаю, как его назвать правильно. Выходим сюда с вами. Он небольшой, но на двоих, уж с головой, трое можно присесть. И таким образом, ты можешь тусить на улице. Выйди, пожалуйста. То есть, вот так вот ребята выходят, говорят, ребенок, например, носится, играет с другими детьми. Обратите внимание, что сегодня будний день, время 14.22, на улице нет вообще никого. Просто тишина. Ну, понятное дело, жара, каникулы начались, кто-то уехал к бабушкам, к дедушкам, люди находятся на работе. Ну, вот такая история. Минус какой жирный, что над нами нет никакого козырька. И, соответственно, если кто-то из соседей покурил, бросит окурок, к нам прилететь сюда может это дело запросто. В тот же момент сделать дополнительно козырек, но если все начнут делать, это надо как-то продумывать. короче, это начнется сыр-бор, и у всех все будет в разнобой, поэтому вот люди не делают. Но иметь свою терраску такую дополнительную, ну, почему нет? Как бы, мне кажется, это классно, но почему-то все равно хочется какой-то заборчик небольшой, огражденится, но чтобы ты такой имел приватность так называемую, там, может быть, побольше он был, чтобы туйки стояли, ну, и так далее. Обратил, наверное, внимание, что железный забор, видишь, стоит, да? Это вот собственность, все, что здесь огорожено, это собственность фонда развития территории. Они не передали Ленинскому городскому округу эти территории, поэтому здесь никто из управляющих компаний не следит ни за травой, ни за мусором, вот за незаконной там шиномонтажкой, то есть они не могут там находиться по определению, потому что территория принадлежит хорошо, государству, грубо говоря, да? Вот, это был офис продаж раньше, сейчас, раньше он был красивый, здесь львы стояли, красивые такие декоративные, да? Видный город, да, видный город, то есть чтобы привлекать людей, дорого-богато, казалось бы, но вот все обвешало, видишь, и превратилось такое, ну, сомнительное, сомнительное здание, да, уже. Мы много раз спрашиваем, да, что с территорией, потому что у нас есть такая проблема, как ночное освещение, его нет, потому что фонд не передал территорию Ленинскому городскому округу, да? И мы спрашиваем, что с этим землей, что с этой землей, что землей, которая вот, у нас есть пустыри, на которой должны быть дома, но там люди мало покупали, им выплатило государство деньги, они согласились, да, то есть вместо квартиры они получили деньги. У нас есть пустыри, и они говорят, когда-то, возможно, мы найдем застройщика, который построит школу, и, ну, точнее, он построит дома, и при этом, при всем, нагрузка у него будет, чтобы он построил школу. То есть, короче, школа, это сейчас в подвешенном состоянии, про которую вы все говорите, школа и детский сад, правильно? Да, и у нас нет на территории. И куда вот вы детей водите? Я тебе рассказываю, вот у нас маршрут, у нас ребенок, вот из дальнего дома идет вот через весь ЖК зимой, вот проходит здесь, вот проходит там, где я тебе показывал пешеходный переход, переходит через дорогу, идет за торговый центр, вот туда, вглубь ЖК, государя в доме, и там одна школа. Единственная. Я тебе говорил, что у нас, он первый класс в прошлом году пошел, 13 первых классов было, 13, в две смены учится школа, там школа рассчитана на 1200 учеников, а там 2500. Лена была преподавателем в этой школе, чтобы ребенка у нас взяли, потому что мы переехали в августе. А сколько в одном классе плюс-минус? 30-40 детей. 30-40? 40, 40, да? Короче, двойная нагрузка, обычно же должно быть 15-20, ну типа, а не больше. Да, да. А тут 30-40, короче, в два раза. Да. Ну, молодой район, я тебе рассказывал, да, потому что сюда приезжают те, кто купил квартиру, никому дали, там, ни наследство, ну, наследство, наверное, там получили, да, но это было доступное жилье, где можно было жить с удовольствием. Слушай, ну вот за последний год вот детей кого-то сбивали вот на этом перекрестке? Смотри, детей не сбивали, но взрослые сбивали вот здесь вот на пешеходном переходе. Знаю, что некоторые любят смотреть, как другие страдают, но ничего приятного в этом абсолютно нету, потому что на месте жителей этого жилого комплекса любого другого может оказаться, любой из нас, кто захочет купить себе квартиру в новостройке. Ну вот смотрите, я вам показываю генеральный план. И на этом генеральном плане мы видим, что должна была быть школа, детский сад, которых нет, и будут когда-нибудь. Поликлиника должна быть? Нету. Но здесь есть интересный момент. Вот такая точка на карте. Это должен быть центр их жилого комплекса, где должна была быть внимание. Вот такая красота! Когда смотришь на эти рендеры, все в цветах, да где это мы? Красотища! На месте этом сейчас вот примерно вот такие пустыри, огороженные забором, куда народ уже жители, строители, кто? Накидывают мусор активно. А вот Алексей сделал зону отдыха. Посмотрите. А вот здесь, ребята, нарисовался контент. Пойдем. А тут оказывается, то, что мы случайным образом увидели, это разработка Алексея. Так сказать, дружный двор. Называется инсталляция. Вот так вот мы выходим, несем с собой термос, несем с собой пирожок. Правильно? Ну да, что-то можно мясо принести. Здесь на площадке было очень много мусора. Я один его расчистил, потому что вот мои окна выходят прямо на этот пустырь. То есть я, когда был субботник, вынес абсолютно все отсюда. Строительный мусор, мешки, которые люди перебрасывали, когда стройка шла и не было контейнера, они перебрасывали через забор. Все я это вынес и управляющая компания отвезла сюда на помойку. Из палет, которые здесь были, я построил... У нас нарисовался вот такое патио летнее, у нас появился диван. Я слежу за ним, чтобы здесь порядок был, чистота, чтобы они не сорили. Вижу, что там начинается тусовка. Я прихожу, говорю, ребят, там отдыхайте, ну все, но не сорите. Друзья, ну почувствуйте, такое ощущение, как будто, знаешь, вот я иногда снимаю, когда ты выходишь за МКАД, уже все по-другому. Такое слово провинция есть. Потому что, ну посмотри, это вот такое ощущение, как будто я в Каширу приехал к ребятам, все, сядем сейчас вечером, опа, рыбанчик, Твои подписчики просили же, снимай регионы, пожалуйста. Да, кстати, к слову, друзья, самая тяжелая проблема, найти вот того самого человека, как вы хотите, бедного, несчастного, который на 20-30 тысяч где-то там живет, выживает, чтобы он пригласил в гости. Несмотря на ту статистику, что у нас в стране очень, ну больше людей, зарабатывающих меньшие деньги, найти невозможно. Вот Алексей, ну средний класс, квартира одна, вторая есть, дается, долгов нету, замечательно. Вы видите, нам летал на месяц, отдыхал, ну пожалуйста, приглашают в гости, а вот другие люди, что в Москве думаете или в Московской области мало кто получает 30-40 тысяч, есть такие люди, найти их, желающих вот так же сняться, невозможно. Если вдруг среди вас такие есть, я буду только рад. И таким образом, смотри, у нас здесь еще с тобой возможность есть устроить, пожарить мясо, почему три мангала? Ну вот видишь, люди приносят, вот это мы приобрели, из нового сделали, а вот это они уже доносят, ну вот это вот принесли. Ну что-то доносят, люди, видишь, где-то бросают, вот. Ну где-то здесь я вот, когда еще весна наступала, я все здесь убрал. Люди приходили, пустые бутылки пивные, я специально собрал, здесь кучу положил, чтобы они в следующий раз пришли, посмотрели, ну как прикольно, ну сидеть вот так вот, когда такая грязь. Потому что я своим соседям всегда говорю, мой дом, это не только моя квартира, это вообще мой дом, вообще ЖК мой дом, да, они говорят, откуда у тебя столько энергии, зачем тебе это нужно, ты там тот подъезд лезешь, вы этот, там кто-то тамбру сделали, или перегородку на балконе там соорудил. Я говорю, я просто не хочу, чтобы превратилось, как в советское время. Помнишь, к балкону пристроят квартиру, сваи вобьют там, второй этаж сделают, да, то есть я не хочу этого колохоза, мы живем в современном мире уже сейчас, да, молодежь, мы купили за свои деньги, нам никто не дал. Я хочу, чтобы мой дом, это вообще вот, не квартира, а дом, и они удивляются, ну, откуда у тебя столько энергии, зачем тебе это? Они просто не понимают, то, что я, ну, радею за это. На въезде в жилой комплекс, где мы запарковались, я обратил внимание, что мусорная часть, она не имеет табличку, на которой написано, свалка мусора запрещена, иначе штраф. 100 тысяч рублей, ну вот, интересное наблюдение. Мы приближаемся к твоему дому, он на фоне, но здесь вот такая история, это знаешь, вот она, с магазинов, вот эти бутылки и прочая история. Кстати, ребята, детям я даже больше скажу, если вдруг вы увидите такую колбу, не мятую, а целиковую, вообще просто даже к ней не подходите, вы можете пнуть, там так может лупануть, что нога отлетит в тридевятое царство. Что это такое? Вообще, как это понять, почему вот здесь вперемешку все лежит и строительный мусор, и естественно, народ не понимает, что сюда отходы выбрасывать, пищевые нельзя, и здесь стоит такая, вы знаете, как вам описать-то, по ощущениям, кислятиной воняет на весь двор, просто-напросто. Кислятиной и грызуны. Я тебе отправил видео, наверное, ты вставишь и посмотрите, как это выглядит. Мы уже достаточно долгое время боремся с управляющей компанией, благоустройством. Это другая компания, не радуга. Радугу мы хотим, благоустройство у нас на данный момент сейчас. Каждый раз, чтобы вывезти этот мусор, нам нужно писать, надо про дело, обращаться в чат главы Ленинского городского округа, чтобы это как-то двигалось. И каждый раз нужно что-то сделать. У них нет графика вывоза. Мусор вот этот образуется не только с нашего дома, да, строительного, а вот из соседних домов, ты же видел, там нет контейнеров, то есть все везет сюда. Опять же, строители, когда вывозят строительный мусор, они, соответственно, вывозят и там, то, что они кушали. Так. Пусть это будет мясо, кости и так далее. Здесь поэтому образуется такая помойка, которая не только строительный мусор, но и бытовые отходы. Слушай, это даже не просто помойка, это самая настоящая свалка. По тем масштабам, что мы видим, тем более, как на улице плюс 30 градусов, здесь очень здорово. Слушай, с точки зрения грызунов, я прямо смотрю, у вас здесь реально на это делают акцент, потому что и там было написано, что следите за домашними животными, потому что травить пытаются грызунов. Прямо очень много. Очень много, очень. То есть в вечернее время ты идешь, если ты вечером, в 10 вечера, вот я выхожу мусор выбрасывать, вот прохожу там, ну у нас там подъезд, Ну, с той стороны, наверное, показать я прохожу. И вот они от помойки туда на пустырь, прям семьей, наверное, кланом, бегут, они прям не обращают. Я даже стучу, а им, они когда вместе, они даже больше... Да, они в ответ мне с бубнами, давай пока. Вот их несколько, видишь свалок? Вот здесь, вот там, она там горела недавно, неделю назад. Слушай, а крысы повсюду есть, не только там? Нет, вот где помойка, вот эта вот, понятное дело, что там не только, ты видел. И вот здесь для объективности я прям хочу сделать акцент, что виноваты в этом не застройщики, не управляющие компании, а, внимание, жители этого жилого комплекса и все те люди, ключевое слово, люди, подчеркнуть, которые там находятся. Потому что в процессе перемещения по жилому комплексу что мы видим? Вот, ездит машина, которая забирает пищевые отходы. Баки в целом-то все пустые. Но наш народ не понимает, что вот если бак стоит синий, то он предназначен только для строительных отходов. Крысы массово не будут плодиться там, где только одни камни. Они приходят там, где есть что-то повкуснее. А люди берут и нашвыривают, нашвыривают, нашвыривают сюда пищевые отходы, которым здесь вообще не место. В жаре это все начинает тухнуть, гнить, вонять. Мышь такая «О, там еда, нужно идти туда». И вот такие толпы мышей, по-другому их не назовешь, стаи, начинают здесь распространяться, разжеваться. Крысы на секундочку, переносчики за раз. Поэтому, ребята, чтобы этого избежать, в первую очередь, не нужно выбрасывать мусор пищевой в контейнер с бытовыми отходами. А это тоже не убирают. Вот это управляющая компания благоустройства, муниципальное, МБУ благоустройства, вот они вообще не выполняют свои обязанности никак. То есть, вот смотри, мусорка здесь, да, она вроде с забором оказывается уже, потому что некуда проехать. Она говорит, за забором это уже фонда. Ага, за забором уже фонда. Все, это к ним вопрос. Но деньги вы платите. Забыл смузер. Да, да, на заявки они не реагируют. Я говорю, почему вы, ну, деньги, не звоните мне, говорите, когда ты заплатишь коммуналку? Вон вторая, видишь, которая горела, третья уже. и там еще тоже такая, бля, вуха-вуха, ребята. Я вам еще так скажу, что, ну, кислятина и воняет прям без конца. Да, вот этот ветер еще поддувает и с этих помоек мусора прям много, да. Это вот он с помойки, плюсы-минусы жилого комплекса. Ну, смотри, во-первых, вода в домах, которые в последнюю очередь сдали, только сейчас начинает функционировать. Воды не было в домах? Ну, там, по-моему, отключали. Вот у меня у друга вот здесь вот, он получил позже квартиру, сдавали, когда уже там третью-четвертую очередь приходилось ему жить в съемной квартире и он вот этот вот дом дожидался. Ребята, шок-контент, яма. Мы с вами пришли смотреть легендарную яму для этого жилого комплекса, про которую только что говорил Сергей, а Алексей нам даст развернутый ответ. пойдем поближе, наверное, мы же не провалимся, по идее. не должны. Хотя ее оградили. Друзья, понятное дело, да, ты говоришь там, разливайки, вот они, товарищи, все распили, пошвыряли, вон там пивко, тут пивко, окурки, ну, короче. Смотри, уже Сергей сказал, да, я только добавлю, что напор действительно был слабый, потому что, когда первая очередь была, им хватало, вторая очередь появилась, напор слабый, до девятого этажа, вечером уже не доходит. Соответственно, принятое решение было построить новый распределительный водонапорный узел, да, и вот его строят уже два года, его сначала раскопают, потом закопают, что-то у них протекает, опять напор слабый, они опять откапывают. Вот они откопали, и все это опять происходит, ну, лежит, наверное, до зимы. Ты знаешь, потому что нас зимой любят строить. В минус, в сильный минус надо обязательно начинать строить. Да, минус. Короче, друзья, это вообще на самом деле звучит очень страшно с точки зрения того, что, знаешь, как все время представили, думаешь, покупаешь себе квартиру в новом доме, а тут выясняется, что у тебя в новом доме до девятого этажа вода не доходит, напор слабый. Но вот это, конечно, можно посмотреть на это все с юмором, в силу того, что не мы здесь живем, и сказать, смотрите, ребята, так должно быть, это специальные технологии, ты раскопал яму, яма должна постоять месяц. Чтобы лопатка стояла, чтобы ты пришел, посмотрел, так, ну яма есть, хорошо работаем, когда, и вот по такому принципу пошло. А я жил в первой очереди, сначала снимал, там все было хорошо, но сейчас вот купил здесь вот по соседству в соседнем доме, и вот обещает, что уже все круто. И управляющая компания «Радуга» хорошая. Хорошая управляющая? Да, вообще отлично. У тебя серьезно хорошая? Да, у нас даже дом перешел к ним от другой управляющей, которая не справлялась, от вашей? От благоустройства, да, у вас было? Ну да, по всем. А, то есть здесь две разные, да, управляющих компаний? Ну ведь как бывает. Я даже вот честно сказать, сколько мы ездим, снимаем, мы, наверное, первый человек, который может вообще управляющую компанию похвалить. Обычно люди недовольны. Все теняшно ведут, там всякие выкладывают штучки, сразу звонишь, как только какая-нибудь проблема, все исправляют. И здесь по чату все можно понять, ребята. То есть соседний ЖК, в котором я тоже успел пожить, государев дом, например, диалоги типа, не, начнем сначала с нашего. В наших чатах диалоги типа, друзья, кто играет на пианино, как приятно, какая хорошая музыка, а у них там типа, друзья, кто мне накрошил на балкон. Кто-то, я вышла на балкон, а на меня вырвало кого-то. А, вот так вот даже. Вот, в общем-то, разница. Типа, целевая аудитория чуть отличается. Это хороший пример. Люди очень классные в этом ЖК. То есть мы тут уже со многими подружились, у меня вот здесь вот так. Тут подружка живет, здесь друг живет. Ну, еще там несколько. Работаете в городе или удаленка? Рядом, тут 20 минут, Чертанова у нас. А, то есть поблизости, да? Слушай, ну, если утром, допустим, вы в 7.30 будете выезжать отсюда на машине, сколько вам ехать до Чертанова? Сейчас можно встать в пробку. Сейчас, типа там, минут 30 может простоять, даже больше, да. Но сейчас делают развязку, вот эту дорогу, дублер МКАД или что-то такое, как там называется, ЮЛА, и можно будет сразу на Симферопольку съехать. И вообще... Ну, в этом плюс. Плюс, да, не сомневаюсь. Вот, видите. Ну, я редко рано езжу, поэтому прям... И еще вот последняя, так сказать, деталь. Мы сначала смотрели в Москве квартиру какую-нибудь там, типа в Чертаново. Вот ты любитель там Царицына. Ну, да, конечно, я любитель, да, да, это так. Но есть несколько минусов. Во-первых, ты за эти деньги не возьмешь ничего толкового. То есть в Чертаново там по 30 миллионов квартир. Ну, мне кажется, это такая фраза есть. Дайте вспомнить. Народ голосует рублем. Не она ли? Да, да, да. Когда здесь-то все круто, но здесь... Даже если бы я захотел проголосовать рублем, даже захотел бы, если я потратить 30 миллионов на квартиру, я бы не стал бы тратить ее там на вторичку, потому что там соответствующие соседи будут. У меня родители живут в Чертаново. Собственно, я там родился. И планировки плохие. Не, ну, слушай, давай так. Вот у тебя здесь что за квартира? Одна, двухкомнатная? Двух. Двухкомнатная площадь. 59. За сколько ты ее купил? 8. 8. А 59 в Москве это другая цена. Опять же, вот если мы говорим про новострой, который тебе понравился, это вот как ты сейчас озвучиваешь страшные цифры 30 миллионов рублей. Ну, это, блин, разница пипец, колоссальная. Я не видел просто хороших вариантов. Еще и поищи. В этом бюджете типа за 15 еще нет хороших. Знакомьтесь, Елена, супруга Алексея. Лен, вот жила ты в Москве, черта ну, ну, в Москве все здорово, выходишь, движ Париж, как говорится, села на метро, доехала, ты в центре, можно театр ходить, куда угодно. А тут тебя любимый муж вывозит, замкат, сначала преподносит, в новом доме будем жить. А вы молодые, но нет желания-то отсюда выбраться, обратно. Желание есть, конечно же, большое. Всегда хочется улучшать свои условия проживания, но на самом деле я считаю, что мы за 6 лет добились приемлемых на данном этапе условий проживания. Собственно, квартира с новым ремонтом, мебель, техника и так далее. Да, жила в Москве, да, очень нравилась. Если бы была сейчас материальная возможность не такой процент ипотечный, хотелось бы, конечно, приобрести в Москве, в столице, вернуться к социуму, к развлечениям. Здесь скучновато без развлечений, особенно зимой, нечего, по сути, делать, приходится выезжать в тот же самый театр. Вот я любитель на самом деле театра. Мы выезжаем, оставляем ребенка и проводим там время. Здесь нет ни кинотеатра, ни каких-то секций для ребенка тоже приходится возить в Москву. Хотелось бы, чтобы развивалось в этом направлении, чтобы обратили внимание и жители, у кого есть дети, и вообще молодежь. Хотелось бы какой-то бассейн, чтобы был спортом ходить, заниматься. Я люблю, допустим, йогой заниматься в Москве. Я постоянно, каждые два дня ходила в секцию свою, занималась. Здесь этого нет. Хорошо, если наступает зима, мне почему-то кажется, что в таких жилых комплексах вот летом, да, здорово, пришел, гуляешь, а зимой что здесь делать-то? Отлично, идешь в лес. Здесь рядом усадьба Суханова, здесь рядом Завидное, парк классный, там все, что хочешь, рыбалка, хочешь там, не знаю, гостиница, частный сектор, круто гулять, на великах, с горок катаешься, в общем, здесь просто, с точки зрения природы, супер. Самый главный минус здесь, здесь вообще сплошные плюсы, самый главный минус это школа. Школа, у меня вот, типа, ребенок один сейчас в школу пойдет, как раз, мы пойдем в Москву, в школу, здесь она перенаселена, да, соответственно, иностранных специалистов много, там по 40 человек в классе, там, в общем. Вот спустя годы, вот сейчас, когда мы прогуливаемся, первое впечатление, я здесь впервые, ну, действительно симпатично. Вот если говорить про плюсы, ну, архитектура, на мой взгляд, играет свою роль в положительную сторону. А вот с точки зрения разваливается, не разваливается, на что вообще люди жалуются по домам? Да, у нас достаточно много, если, если вот брать визуально, да, издалека, если ты проезжаешь, или вот приезжаешь на фотосессию, ты пофотографировался, сделал красивые снимки, уехал домой, обработал, выложил в социальную сеть, получил миллион лайков. У нас же мы живем, да, мы видим, у нас обсыпается, и вот видишь, это дома, первые, да, они построены качественно урбаном, для того, чтобы продать в следующей очереди. Вот эти первые дома. Хитрый ход. Хитрый ход, да. Потом вторая очередь, они уже бросили, они уже не строили. И уже вторая, вторая, третья очередь строил фонд развития территории, да, дом РФ. И вторая очередь, уже она третья, она уже, видишь, вот там облупливается все, отскакивает, подвалы вода стоит, там, честно сказать, страшно заходить даже. Мы сегодня зайдем в наш подвал, где гладовки находятся, там просто стены, несущие, наверное, они уже год дому, и там уже сложно заходить даже в это помещение, потому что сырость постоянно находится, и вода стоит. Также и ребенку хочется общаться помимо школы, потому что устаешь, да, просто дома сидеть, нужна какая-то активность. Но сейчас, к сожалению, такой период, мне кажется, это во всей стране у нас, что молодому поколению, да, вот нам 30+, тяжело приобрести в Москве квартиру, да, да не только приобрести, это только начало. За нашей спиной уже три ремонта, и сложно сделать ремонт, потому что, да, ты накопил, ты купил квартиру, а потом нужно ее обставить. И это большие-большие деньги сейчас. Все, как всегда, в монету. В рубль. В монету. По нашей системе оценки пять баллов. Вот какую ты вот честно, объективную оценку, с учетом комфортности жизни, того, что здесь есть, нет, вот нету школы, там, дорогу строят, вот на сегодняшний день и на ближайшие перспективы ты поставишь этому жилому комплексу? Четыре. Твердая четверка или с минусом? Нет, почти пять. Четыре с плюсом. Ну, это прям супер. Мы очень много всего. Лучше тут только Суханово парк. Хороший ЖК закрытый, но там диковато, там ничего нету. А здесь, чё хочешь, МФЦ через дорогу, там, не знаю, ну, короче, до Москвы близко и все такое. Невысотная застройка, насколько я знаю, здесь дома не превышают этажность в девять этажей. Это круто. Это действительно круто. В тот же момент, ну, видите, вот, допустим, провода электропередач. Ну, все равно, вот, провода идут, вот, сейчас уже зачастую их прячут под землей. Вот, если бы их не было, все равно это гораздо визуально красивее внешний вид. Вот, Лёх, расскажи, что тебе здесь прям нравится больше всего? Вот вы прогуливаетесь с женой, там, с ребенком, вообще, опять же, прогуливаетесь ли вы здесь вообще? Да, смотри, мы жили долго, точнее, мы всю жизнь жили в Москве. Это круто. Пусть это будет, это, знаешь, атмосфера. Да, да, да. Долгое время жили в Москве, и получается, что ребенка не отпустишь погулять, покататься на велосипеде. У нас там его и не было, потому что негде было хранить. Здесь же мы купили, всей семье я купил если, ну, условно, берем 6 километров достаточно близко до Москвы. И в том числе это и деревня, там, СНТ, вот, лес там, футбольное поле, сосны. То есть это в доступе у нас есть. То есть мы катаемся на велосипеды, прогуливаемся. Нам нравится, что, во-первых, это молодой район. Здесь много молодежи. Ну, это условно, опять же, да, потому что я сейчас уже присматриваюсь, да, и понимаю, что люди постарше, да, они покупали достаточно давно эту квартиру. И они уже со временем, ну, немолодые стали. Подросли. Можно сказать. Поэтому, ну, в большинстве, конечно, это семьи с детьми. Вот обратите внимание, вот этот двор, это самая первая еще очередь, когда еще Urban Group строил. И как выглядит, когда все зелено. Ну, посмотри, ну, реально шикарно, согласись. То есть по картинке, я думаю, вовсе идеал, потому что вот у кого-то балкончики, кашпо висит, зелень немного, чисто, аккуратно. Ну, конечно, в такой двор выходить всегда приятно. Особенно, когда ты знаешь, что рядом есть детские площадки, пожалуйста, ребенок твой занимается. Ну, то есть в этом всем, конечно, с точки зрения комфорта и плюсов для жизни есть множество. Лишь бы, чтобы это все доводилось до того идеала, который людям изначально обещают. А не так, что ты покупаешь, а потом начинается. Садика нету, школы нету, вместо аллей из берез под окнами у тебя начинает строиться дублер МКАДа, и пошло, поехало. Так вот пальцы можно все дальше, дальше, дальше зажимать. Слушай, ну, правильно я понимаю, что если мы такую какую-то выжимку с тобой сделаем, что подобное жилье в подобных жилых комплексах возле Москвы это некий компромисс. И серия такая, знаешь, промежуточная ступень. Поживем пока что здесь, потому что это новые дома, они нам нравятся, здесь здорово. Но ключевое, что сильно подкупает такой ключок, это цена. Потому что копировать, ставить в Москву с удовольствием. Да. За эти деньги, то, что я брала эту квартиру несколько лет назад, да, три года получается, невозможно было ничего купить в Москве. И у меня была стадия вообще страдания, непринятия, слез и истерик, потому что я говорила мужу, что я не хочу жить за городом, я москвичка, почему люди, которые приезжают из других городов, они могут, они покупают, а я уезжаю с замка, такого быть не должно. Да, я не хотела этого, безусловно, мне было очень тяжело это принять. Но потом мы посмотрели на те плюсы, которые существуют, и их озвучивали уже, и решили, что да, это, наверное, сейчас такая остановка небольшая, мы сейчас немножко передохнем, и дальше будем двигаться, буду мотивировать супруга на трехкомнатной квартире в Москве с хорошим-хорошим ремонтом, да, чтобы мы уже родили еще ребенка, да, и жили уже все вместе в Москве. Короче, прослежусь такая, знаешь, мотивация серии «Это не конец». Нет. Мы здесь временно, мы здесь временно, скоро мы переезжаем в Москву в трехкомнатную квартиру. Просто нужно чуть-чуть побольше подождать. Да, есть там процент, мне кажется, он небольшой, который скажет, мы прям хотели, мы хотели замкать, нам нравится, например, те, кто работают удаленно, может быть, дети взрослые, или детей нет, ну, в общем, есть определенная группа людей, которым жить в подобных ЖК, морум, те же самые интроверты, кому люди нафиг не нужны, сидишь там у себя, и хорошо. А с другой стороны, все это компромисс в силу того, что люди там покупают квартиру в первую очередь из-за цены. Копируют эти дома в Москву, понятное дело, земля уже совсем других денег стоит, спрос сразу в разы в тысячи раз выше, ну, и, соответственно, основание этого, ценник совсем другое. Это, конечно, простая истина, но это вот такой некий факт для тех, кто вдруг забывает, что все это покупают не потому, что люди хотят, а это вынужденная мера в первую очередь. Вот, показываю еще раз дорогу, вот они, домики слева, справа. Представляешь, раньше тут одна-две машины условно проезжают, к тому, что одна-две, это типа мало, а сейчас вон, роскошные дома на светофоре, ну, это просто жесть, тут пылище без конца летит, просто, ну, иногда, блин, смотришь на чужие дома, и немного жалко даже людей, думаешь, ну, вот, нахрена нам надо. И вот такая вот, да, движуха, смотри, нету, ни светофора, ничего, вот он поехал, давай, 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 нас сейчас шибут, пока ты тут проедешь, блин. Люди сразу зацепятся за твою фразу, я москвичка, я уезжаю в замкад, это неприемлемо. Вот дай развернутую связь, знаешь, сразу скажут, а что? Вам москвичам кого-то в Москве? Я, наверное, объясню позицию свою, я рада за тех людей, которые могут и достигают своих целей, безусловно, да, поэтому я говорю, сейчас у нас промежуточный этап, потому что цели, они намного глобальнее, это, конечно, не ограничится квартирами просто, я рада за людей, которые приезжают из других городов и добиваются, потому что это действительно есть правильное направление, есть движение в этом направлении и, соответственно, как результат успех. Сейчас, наверное, у нас нет главной цели жить в Москве, потому что мы не хотим долгов, долгое время это были долги, это было некомфортно. Для меня нормальное проживание в городе, в столице, потому что мне нравится этот ритм городской. Здесь для меня очень сложно подобрать какие-то занятия, я даже на дачу могу только на два дня съездить, потом обратно возвращаюсь, и мне хочется все время какого-то общения, движения, работы и тому подобное. Я последние полгода вообще работаю удаленно и, в принципе, не коммуницирую физически с людьми, и тем самым я чувствую, что я еще больше закрываюсь, то есть я и здесь выхожу, не могу ни с кем пообщаться, еще я плюс дома сижу, работаю, очень тяжело. А если бы это была Москва, то было бы, конечно, намного комфортнее, все было бы в доступе, и у меня все подруги живут в Москве, мне хотелось бы там с ними чаще встречаться, родственники тоже у меня все живут почти в Москве, с кем могу увидеться. Конечно, есть плюсы проживания здесь свои, но они не перекрывают плюсов проживания в Москве. Давайте немножко накину информации из начала выпуска. Я обронил фразу, что здесь многие люди квартиры продают, особенно, когда узнали, что под окнами будут строить платный дублер МКАД. Вот я вам открываю карту с досками объявлений, и полным-полно квартира вон, трехкомнатная, 9 миллионов рублей за 68 квадратов, в некоторых домах, вот по первой линии назовем их так, там по 15 объявлений, по 9 объявлений о продаже квартир, однокомнатная квартира, с ремонтом 7 миллионов 250 тысяч рублей. Это как раз тот самый дом, где рядом с ним будет проходить вот этот так называемый московский МКАД. Изначально, когда ты покупал, здесь аллея была из березок, там сосны, то есть не было изначально на проекте 12-полосной дороги, 8-12 полос должно быть, вот здесь, вот рядом с этим домом, посмотри, здесь активно продают люди, квартиры просто активно, пока здесь еще не началась, но она уже началась, скорее всего, это невозможно будет, вот здесь окна, представляешь, здесь масса квартир в продаже. И те, кто здесь имеют квартиры, вы не обижаетесь, а то знаешь, бывает мне тоже, говорят, мол, зачем мне продать? А мы же как продадим, а как другим жить? Человек должен быть проинформирован и знать, что он покупает, где он покупает. Я тебе даже хочу добавить, что конкретно этот двор в 2018 году стал лучшим двором под Москвой, вот конкретно этот двор. А, то есть прямо сейчас мы с вами находимся в лучшем дворе Подмосковья? В 2018 году. А вследствие чего? То, что просто красиво и уютно? Да, вот то, что архитектура дома, то, что детская площадка, видишь, сквер для пожилых людей, чтобы они вышли, посидели. То есть в 2018 году это был образец дворов Подмосковья. Таким образом, мы перемещаемся вглубь нашего жилого комплекса и где нас встречает, я бы назвал ее Алка Стрит. Вот, пожалуйста, как мы сегодня вначале смеялись, всякие пивнушки, разливайки, раз магазин алкогольный, два магазина алкогольный, три магазина алкогольный, наверняка где-нибудь еще неподалеку от нас в шаговой доступности еще алкогольный магазин. Основание этого, что скажешь вообще, бывают ли пьяные посиделки, крики, оры, разбрасывают мусор этот бутылочный или как? Откровенно говоря, честно тебе признаюсь, вот если мы пройдем, не хочу никого обижать, да, вот мы жили в Госдаревном доме, жили, не просто приходили туда, куда-то, парикмахерскую, барбершоп, да, или магазин, мы там жили, там действительно, там во дворе сидят, могут прям вынести, ну, стульчик, там, креслица, да, сесть, выпивать, или там просто мимо проходишь торговый центр, они стоят вот где бордюр там, ну, выпивают, общаются, здесь у нас такого нет. Единственный вот момент, там люди могут и до поздна, вот там как раз у меня одна из квартир, мы там не живем, снимаем, сдаем ее, вот, и там запах шашлыка постоянно, гулянки, соответственно, да. Отдых, ребята, отдых, это, знаешь, это очень легко все объясняется, когда ты утром выезжаешь каждый день, по 40-60 минут стоишь на выезд, потом ты пробираешься в Москву, ты вкалываешь, вкалываешь, вкалываешь весь день, чтобы отбить ту самую ипотеку на 30 лет, потом ты в пятницу, по всем этим пробкам, в силу того, может, здесь неподалеку М4, возвращаешься домой, и тут тебе вот оно, место пи, ну все, все, стресс надо снять, и человек два дня снимает стресс, а потом понедельник, и лыкало-мочало, начинаем жизнь сначала. Учитывая, что я сама два года ездила из соседнего ЖК на работу, я работала в Москве, я вставала в 5 утра и ездила к 8 в школу на работу. Да ну нафиг вообще, когда слушаешь, на этом жизнь закончилась. Вот я же, нет, друзья, вы прекрасно знаете, где живу я, я этого никогда не скрывал, у меня есть абсолютно, как мне кажется, нормальная самокритика, вы всегда можете высмеивать, о, блондин, да ты же живешь, хер знает где, это же вторичка, у тебя старый дом, наркоманы, я вам об этом показываю, я вам об этом показываю, но при этом мы выходим, у нас сад под окном, школа сзади, есть места, вот сейчас у нас садик на лето, на ремонт закрылся, у меня жена вводит ребенка в другой садик, целых 10 минут идти, она жалуется, поначалу было весело, но сейчас 10 минут идти, я говорю, ты вот, послушали, в 5 утра встают люди, для того, чтобы успеть ребенка отвезти в сад, в школу, и потом еще на работу попасть, а потом еще вечером. Лен, слушай, расскажи мне, пожалуйста, вот у вас сейчас машины нет, вот и как это вообще происходит, вот смотри, у тебя сын хорошо, это здорово, что ему 8 лет, он уже сам ходит в школу, но муж рассказал нам, вот этот, показал перекресток, каково это каждый день, понимая, то, что он через него проходит туда, обратно, ну как? Давай я расскажу, во-первых, я в этой школе, куда у нас сейчас ходит, ребенок работала полгода, и в ужасе оттуда убежала, учитывая, что я 5 лет до этого работала в московской школе. Ты учительница? Да, я педагог, и сейчас работаю репетитором дома. А чем ты что-то учишь? Русский язык. А, русский язык? Да. Русский язык? Здорово! Это ты, наверное, когда просматриваешь мои видеоролики, иногда делаешь вот так, да, как многие хотят сделать, да? Я Леша комментирую обычно. Я стараюсь удивлять. Значит, я даже добавлю, друзья, ну я понятное дело не специально делаю, речевые ошибки, где-то какой-то у меня комментарий идет с ошибкой, ну так получается. Я, естественно, хотел бы, чтобы моя речь была как у соловья. Я говорил, как поэт 18 века, чтобы песнь лилась изо рта. Изо рта. Вот как вот правильно? Изо рта. Изо рта или из уст? Из горта, не блядь. Ну хорошо, смотри, заканчивается рабочий день, и по факту, кроме как сходить вот в эти вот магазины маленькие, которые есть, больше возможностей никого нет. Вообще здесь ничего нету? Нет. И вот ты захочешь вечером, не знаю, вообще бывает такое, что ты куда-то захотела поехать, вы там с семьей захотели поехать, и что вы делаете? Да, бывает. Ну, самый лучший вариант, если в ЖК, в этом или соседнем есть каршеринг, мы берем машину в аренду, платим деньги и едем семьей. Если каршеринга нет, мы садимся, ждем долго автобус или маршрутку, едем до метро, садимся в метро и потом едем уже, куда нам нужно. И два раза в неделю мы возим ребенка в Москву на секцию. Неважно, какая погода. Чаще всего машин нет в то время, когда нам нужно ехать. И зимой, и летом, и снег, и в дождь мы едем своим ходом. Очень неудобно, некомфортно, учитывая, что я сама автолюбитель, уже 8 лет, Алексей тоже за рулем. Постоянно у нас были автомобили, но пришлось продать все движимое имущество, чтобы в недвижимое вложить. И мы сейчас без автомобиля, конечно, рассматриваем покупку, потому что с ребенком крайне сложно. Да и в принципе не хочется передвигаться в маршрутных такси без кондиционера. Извините, пока доехал, весь вспотел, хочется обратно вернуться. И очень неудобно, огромное количество людей, невозможно зайти и сесть, даже ребенку, никто не уступит, даже взрослому мужчину не уступит ребенку. Я не говорю уже, чтобы мне уступить, уступили место, беременные иногда просто стоят, потому что люди настолько уставшие там едут с работы, злые, ругаются, некомфортно. Ну и плюс, какой контингент ездит там? Хочется от этого отгородиться, быть немножко подальше, пусть я постою в пробке, пусть я заплачу за эту машину побольше денег, чем за билет в автобусе, но я буду ехать в комфорте, и мне будет все доступно. Я тебя поздравляю, ты только что прям своим монологом так неплохо, мне кажется, уронила продажи в этих жилых комплексах, потому что послушать на все это, я тебя просто прекрасно понимаю, ты знаешь, это можно сказать, была боль души. Вот это вот просто высказка, я как представлю, ты выходишь отсюда, идешь туда до остановки, льет дождь, вы с этим зонтом доходите, вот ты можешь мне рассказать из точки А, от двери дома, до точки Б, когда ты его заводишь на секцию, говоришь, все, давай, иди, выиграй, победи, сколько времени у тебя уходит? Полтора часа. Полтора часа, в одну сторону, полтора часа обратно. И тренировка полтора часа еще. То есть я на это трачу очень много времени, и мы распределяем обязанности с супругом, чтобы могли каждые своим делами заниматься, и чтобы ребенок от этого у нас не страдал. Когда была машина, вот до октября месяца, конечно, все это было намного удобнее. Мы не тратили столько времени на дорогу и сил, потому что ребенок после тренировки уже полтора часа обратно, учитывая, что мы будем ехать со всеми возвращающимися с работы, вообще мест не будет, у него огромный рюкзак с самбовской формой, и он, как истинный мужчина, мне не отдает его нести, он сам его несет, но он уже просто умирает от усталости, потому что он целый день в школе, до школы тоже нужно дойти 15 минут туда, 15 минут обратно, через все эти дороги перейти, после школы он едет и все это на себе тащит. Конечно, с транспортом полнейшая беда. Хотя, когда этот ЖК строился, здесь предполагалось, что будет типа легкого метро или какой-то вот такой транспорт, трамвайчик, но как мы можем заметить, никакого общественного транспорта, кроме вот этих двух маршрутов, здесь нет. И еще строят дорогу, что подразумевает, что скорее всего, никакого легкого метро и вот этих травачков здесь не будет. Абсолютно. Так сказать, мы хотели, но, к сожалению, не получилось. И не с кого спросить. Вот это вот вход в подвал. Да, есть подъездный вход, есть вход в подвал, где кладовое помещение находится. Вот здесь постоянно стоит вода и когда заходишь внутрь, только заходишь, тебя встречает там влага, сырость, ну вот, ты, наверное, нужно передать, да, вот как в влажных странах это. Здесь еще и холодно, и комары и так далее. И все стены уже развалились, я видео тебе отправлю. Почему она вообще там скапливается? Вот обрати внимание, что есть трубы, да, а ливневок нет. Ливневок, видишь, нет, только одна. Раз, два, три. То есть вся вода идет туда вниз. Ага, то есть когда проходит сильный дождь, и вот видишь, одна часть дома уже, где там мокро, она уже просела, и получалась вот трещина, как раз вот это наше окно, между нашими двумя подъездами, вот здесь вот трещина, потому что одна часть, вот здесь вот, потому что вода постоянно сюда попадает, она просела, и вот такая трещина появилась. У нас была встреча с управляющей компанией, они записали где-то на листочек, что мы хотим там чтобы они посмотрели, оценили стояние подвала, какие-то меры приняли, но они говорят опять же, что это фонд развития территории, дом на гарантии, обращайтесь к ним. А дом развития территории, что ты говоришь? Ну деньги им платите за обслуживание дома, плати. А по поводу ремонта обращайтесь к застройщику. Обращайтесь, а застройщик что говорит? Застройщик вообще никак не реагирует. У них много, где они строят, то есть дома достраивают, они им не до нас. Вы дома получили, квартиру получили, что вы хотите. Вот эта вся территория, видишь, она, вот, газоны, она принадлежит застройщику. И управляющая компания говорит, мы не можем ее косить, это вообще не наша работа. То есть эта территория, вот, столбы, освещение, у нас здесь всего нет. То есть вечером, если мы выйдем, у нас здесь вообще темень полная? Нет, да, темень. Ну единственное, вот где козырьки, видишь, там есть... Короче, от дома только свет. Только от дома. А как так интересно, столбы есть, все есть, а света нет? Нет, не передал застройщик городскому округу. Слушай, а за нашей спиной получается дом, где как раз находится управляющая компания, в этом доме так и не работают до сих пор лифты? Да, есть несколько подъездов, в которых есть лифты, есть несколько, большая часть подъезда, где не работает лифт. А как это понять? Подожди, там, где лифт работает, это, то есть, типа, там жильцы добились, а там, где лифт не работает, там, вроде, типа, активного нет? Или как? Нет, нет, смотри, все добивались, об этой проблеме все знают, они пообещали. Дедлайн 1 июня 2024 года. Управляющая компания, это говорит, что есть недостатки не устранили. Ну, людям от этого не проще. Это не... Я тебе говорю, повторяю, даже вот, когда мы жили в Москве, у нас лифт не работает полтора часа, там, звонок, ну, там, по громкой связи, да, с диспетчером, он через час уже работает. Не бывает такое, что 2-3 дня, недели не работает, это нонсенс. Здесь полтора года не работает. То есть, люди, я даже, ну, мы на второй этаж, мы еще немного переплачивали за подъем, спуск мусора, стройматериалов, мебели, техники. То есть, мы все доплачиваем, абсолютно, вот все, кто в третью очередь. Вот этот дом, единственный, по-моему, в котором в некоторых подъездах, есть женщина, я тебе рассказывала, не знаю, на видео это или нет, у которой трое детей, муж инвалид, и она живет сейчас на даче, вынуждена, летом, ждет и пишет в главе округа, когда вы включите лифт. Я не могу с тремя детьми поднимать там что-то, спускаться. Вот такая проблема. Да жесть, это еще, знаешь, еще отчасти везет, что максимально 9 этажей, а прикинь, что было бы то же самое, если у кого-то столкнется, у кого 34-50 этажей, это жесть. На 50 этаж поднять, мне кажется, ну просто физически невозможно. Давай сейчас посмотрим просто, он откроется. Это он 1 июня у нас заработал. 1 июня? Да. Полтора года он не работал. Кто-то вам уже пришел, все здесь, да, конечно, конечно. Вчера, кстати, скандал был в чатах. А вот это что за номер один, и смотри, все квартиры тоже заклеены. Вот это вот, либо не купленное, либо... Короче, так вот люди приходят, и просто на чужую квартиру, по-хорошему, один наклеил, и все начали клеить, и пошел клеить. Да, вот обратим внимание, люди жаловались, что прямо на дверной косяк клеят, и она остается, ну то есть, и этот человек, предприниматель, сказал, что я прошу прощения, мы все снимем, придем, проконтролируем, и дадим вам сертификаты в хоуф, там, куда-то, скидочные. Далее, все у нас заклеили. Все, да, 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 да. Мне кажется, от такой рекламы только охота позвонить и что-нибудь наорать, было нет. Еще важная деталь, что все современные подобные дома, они сделаны так, что ты, если с ограниченными возможностями, имеешь возможность подниматься, выходить, спускаться, но, как отмечает Алексей, все это дело здесь нифига не работает, правильно? Оно фиктивно здесь находится, по плану застройщика и по плану подрядчиков, это просто, ну, оно должно быть здесь, и оно есть, но оно не функционирует абсолютно. И так по всем домам, то есть ни у кого ничего не работает? По всем домам, да, вот, видишь, нажимаешь, и никаких сигналов, ничего не происходит. А вот это вот все тоже вход в подъезд? Да, это вход в подъезд. И то есть у некоторых подъездов вот такие львы стоят? Только в этом доме. А почему только в этом? Это как-то обусловлено? Да, это дом должен быть дом бизнес-класса, якобы, ну, когда подразумевалась стройка только этих домов, да, ну, потом, соответственно, их сделали так же. Нет, у них есть одно отличие, потолки выше. Вот здесь. Там 3,20 примерно. А вот этот двор как раз тот самый, где управляющая компания Радугу, про которую только что Сергей говорил. Да, вот видишь, человек поливает, ходит. Вот они ухаживают. Они бились, судились, а у нас есть старший по дому, который Вась-Вась, с управляющей компанией. Я не знаю, какие там преференции она получает от них. Но мы не можем поменять управляющую компанию. Потому что она всех настраивает, что надо с любой компанией там находить общий язык и так далее. Но люди год судились и вот радуются. Сейчас только что тебе говорят. Как социальные сети идут, как откликаются. Вот они сделали специально кранчик там. Он пошел, включил, сделал, полил. Посмотри, видишь, он так перемещает ее. То есть она сначала здесь постоит. Вот смотрите, как прикольно сделано, то что мы вроде бы как находимся, ну, условно, в городе, если мы берем наш жилой комплекс за город. А вот здесь этот забор, который обнесен, это у нас он отделяет от СНТ. Таким образом, здесь у людей уже частные дома, дачи, кто-то может приехать отдыхать, тут парковочка. То есть в чем-то, знаешь, такой плюс есть, если ты прижился здесь, если тебе классно, ну, честно скажу, ну, тишина, спокойствие, что там. Воздух в целом свеженький, ну, в целом. Как бы шума от дороги вообще от какой-то нету. И, конечно же, возникает вопрос, а не круче ли вот какой-нибудь домик этот выкупить и находиться в нем. Не смотрел вообще цены, не общался, не думали об этом. Да, я, конечно, думал. Я хотел инвестировать в Афрейм, сдавать его в аренду, и когда он не сдается, соответственно, отдыхать семьей. Хотел я его вот здесь вот, рядом где-то, начал мониторить стоимость, цены. С домом я не хотел покупать, сразу тебе говорю. Там, ремонтируйте что-то, но старое я не хочу. Я с машины новая, квартира новая, там дом или там участок, он должен быть ровный, или там я подниму его как-то, да. Я смотрел, но потом я углубился в эту тему, что здесь запрет на строительство, так как охранная зона парка Суханова. У меня вопрос, покупка здесь дачи отпала. А как-то, получается, запрет на строительство, то все, что тут это есть? Нет, то, что стоит, это амнистина, то есть до того, как ввели запрет в 2017 году. А сколько домов строят, везде действительно есть какие-то уникальные планировки, что по площади, что по возможности. Например, вот у вас 44 квадрата, а в вашем же доме соседи, вот расскажи, что у них там за квартиры вообще? Ну, конкретно про соседей могу рассказать. И вообще в ЖК у нас все верхние этажи, с 8 по 9, они объединены, это мансардные этажи, где двухуровневые квартиры. Ты можешь оставить так квартиру. С высоким. С высоким, очень высоким. Есть такие квартиры, я видел в продаже, кто делает просто чистовой ремонт, и обои клеит, и продает. Но есть те, кто делает реально перекрытие. Вот у нас как раз таки сосед на нашем 3-4 этаже, сейчас вот с ремянкой видно, он перекрытие делает. Значит, там есть бетонный блок от туалета, ну, вот где туалет, да, и сверху накладываются железные балки, и на них уже деревянные перекрытия. Я был в таких квартирах, ходил, слышимость очень, ну, большая, высокая, потому что деревянные полы. Если кто-то в доме жил деревянным, то сами понимаете, если кто-то ребенок пробежит там, или утром ты встанешь, снизу все прекрасно слышно. И вот, кстати, по поводу плюсов нашего ЖК, у нас абсолютно разные планировки. У нас есть вот, вот, обрати внимание, видишь, там вон мансарда, угловая, это вот, на втором, раз, два, третий этаж, да? То есть человек вышел, в угол дома, вообще он никого не видит, только СНТ. Да. Он там сделал, сел. Друзья, вот смотрите, хочу поделиться наблюдением, которое я бы, может быть, отнес бы к одному из минусов. Вот подобные жилые дома и площадки детские, они визуально через экран выглядят действительно очень насыщенно, ярко. Ну, посмотри, площадка есть, можно поиграть в теннис, еще что-то. Но тени здесь не хватает вообще. Вот эта поверхность, она прорезинена специально для того, чтобы если вдруг ты упал, ты мог себя немножко смягчить, и тебе не было так больно. Но сейчас, когда на улице плюс 30 градусов, это все нагревается, идет вот этот запах резины, такое слегка. И в тот же момент, ты вдумайся, дети выйдут сейчас играть. Ни одного тенечка нету днем. Просто никуда даже не спрятаться. То есть, соответственно, мне кажется, вот напишите ваше мнение в комментариях, может быть, я ошибаюсь, где-нибудь здесь побольше деревьев. Но опять же, их сажают, но это когда они вырастут, когда они дадут тень. С годами. Соответственно, ребята, кто покупают квартиры, здесь живут, здесь сейчас. То есть, это по-хорошему, ваши внуки будут здесь бегать, в прямом смысле слова, когда уже здесь будет прям все получился очень объемный по информации. Я его отсмотрел уже два раза. И складывается впечатление, что он больше такой негативный, ведь у жилого комплекса так много проблем. Но я всегда гонюсь за объективностью. И обращаясь к Алексею, я сказал, напиши, пожалуйста, плюсы, минусы. Прямо сейчас я вам их вывожу на экран, поэтому можете прям нажать на стоп, почитать всю эту подборку, по которой мы сегодня прошлись. Но самое главное, вот еще раз, самое главное, в большинстве своем людям, когда задаешь вопрос, ты готов остаться здесь жить? Да. В целом, всегда все остаются довольны. На мой взгляд, у Алексея очень трезвый, такой объективный взгляд. Есть проблемы, он показал, показал, показал. Некоторые люди предпочитают молчать о своих проблемах. Зачем? Не надо о нашем ЖК говорить плохо. О том, что есть потенциальные проблемы, так, например, пустыри, на которых могут начать строить дома. Ну, как вам такое? Живешь, обживаешься, тут терраса во дворе, у тебя стройка начинается. Больше всего, что обидно и что расстраивает, когда тебе застройщик обещает одни рендеры, когда тебе говорят, не переживайте, у вас будет свой детский сад, своя школа, своя поликлиника, своя парковка, своя остановка, а потом, ну, я бы по-другому показал, но вот так вот пусть будет. Вот просто пусть получится фига, блин. Важно понимать, что несмотря на то, что новый жилой комплекс, другой контингент, как считают люди, меж собой они тоже не могут договориться. И по поводу управляющей компании, по ряду других вопросов, между ними в чатах без конца происходят те же самые споры. Но, как говорится, именно в споре рождается истина. Я надеюсь, вам этот ролик понравился, потому что он действительно получился динамичный. Самое время вам высказать ваше мнение в комментариях. Не забывайте, что ссылочки на спонсоры выпуска вас также ждут в описании к этому видеоролику. Подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на канал, ведь дальше будет больше интересных роликов. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok